Не знаю, будет ли вам что-то видно. Повторюсь ещё раз. Меня зовут Наталья Породина. Я преподаю логику в Политехническом университете. Сейчас я бы хотела вернуть вас в давние времена, когда наука только начиналась, и уточнить вопрос, что вообще мы называем наукой. Сейчас каждый из вас наверняка варится в какой-то своей науке. Но что действительно мы называем логичным? Что мы называем претендующим на истину? А что, в свою очередь, будет названо логическим заблуждением? Как это ни парадоксально звучит, наука и логика, как её основа, зародилась с совершенно антинаучной фразы. Первая фраза, с которой началась наука, это была фраза Фалеса Милецкого «Всё состоит из воды». Ну, если вы немножко помните школьную физику, фраза совершенно неправдивая. Подскажите, почему? Ну, вот что-то же в ней не так. Всё состоит из чего? Из атомов. Из атомов, да. Поэтому получается, что создатель науки нас обманул, причём так достаточно существенно. Но что всё-таки позволило нам считать его основателем науки? До этого любые попытки объяснить мир заканчивались построением очередной мифологической системы или же религиозной системы. То есть всё состоит из вот этого. Наверное, это имеет божественное начало, давайте же ему поклоняться. Ну, так продолжалось достаточно долго, пока Фалес не поменял критерии оценки происходящего. Первое правило Фалеса — вы должны не просто попытаться узнать, что лежит в основе мира, а докопаться до истины, причём использовать только факты. Впоследствии вам это правило станет известно как правило бритвы Акама. Нельзя ничего принимать на веру, не надо умножать количество непонятных сущностей, надо всё перепроверять и использовать только проверенные факты. К тому же именно Фалес Милецкий показал, что нужно искать закономерности, потому что хороший учёный — это тот, кто увидел закономерность, это значит порядок, это значит, мир стал для нас более уютным, предсказуемым и понятным. Так, как только появились учёные, которые хотели докопаться до истины, сделать мир понятным, тут же появились те, кого мы сейчас называем британские учёные. Так, что это за британские учёные? Сначала они называли себя софисты. Слово софисты звучит прекрасно, переводится как мудрец. Что же делали эти мудрецы? Они говорили, что да, вот любое открытие можно повернуть так, чтобы мы могли получить отсюда выгоду. Причём мы совсем чуть-чуть соврём, это вообще не ложь, потому что у каждого своя правда. Вот эта фраза, вы наверняка её слышали, она имеет очень-таки нехорошие последствия для науки. Например, ученик Фалеса Гераклит, ну, скажем так, представитель одного направления, он, в принципе, не любил называть себя учеником, он говорил, что всё состоит из воды, всё течёт, всё меняется. Но он, правда, больше любил отрадесцвлять дух первоначала с огнём. Итак, всё течёт, всё меняется, софисты берут эту фразу и переворачивают её таким образом. Раз всё течёт, всё меняется, значит, если мы сегодня одолжили у кого-то некую сумму денег, завтра мы можем уже не возвращать. Почему? У нас же уже другая одежда, другая прическа. Как нам подскажут биологи, мы поменялись на клеточном уровне. Всё, мы уже другой объект, мы уже можем не исполнять обещания, данные нами ранее. И именно в борьбе с этими британскими учёными появился Аристотель, которого вы все знаете, и вот он сказал, что необходимо выдвинуть требования к научному логическому мышлению, и именно это мы будем считать наукой, всё остальное — это не наука. Так, ну, несколько слов о известных вам законах логики. Итак, что касается закона логики, ну, тут у меня... Я собираюсь переходить в будущем на украинский язык, но пока что это только украинская презентация, доклад всё ещё на русском. Итак, значит, что касается закона тождества. Первое и главное требование к научному мышлению — любой объект должен соответствовать самому себе. Если учёные в самом начале не оговаривают точно предмет своего исследования, это будет похоже на стандартные бытовые сцены, допустим, многолетние споры «ты меня любишь», «ты меня не любишь». Почему они продолжаются? Потому что изначально парень с девушкой не уточняют, что они понимают под словом «любовь». Оказывается, допустим, что для девушки это каждое утро смс-очка «ты меня любишь». Если нет смс-очки, всё, «ты меня не любишь». Так, итак, закон тождества. Вы должны не менять объект в процессе рассуждения. Дальше, закон противоречия. Что требует закон противоречия? Что две взаимоисключающие вещи не должны быть в одном и том же рассуждении. Если мы пытаемся это совместить, получается что-то типа классического детского, когда вам мама говорит «закрой рот и ешь суп». Это типичный пример нарушения закона противоречия. Так, закон исключённого третьего. Какой именно третье он исключает? Давайте вспомним. Закон исключённого третьего требует от вас, что вы должны брать или истинное, или ложное значение. Между ними невозможно промежуточное. Сказать, что эта теорема немножко истинная, для науки всё равно, что девушка скажет, «я немножко беременна». Итак, только две версии между истинностью и ложностью, нет никаких третьих. Между двумя противоречиями одно истинно, второе ложно, третьего не дано. Так, и на этом Аристотель останавливается. Четвёртый закон придумал уже не Аристотель. Неужели Аристотель был такой недалёкий, не смог догадаться до четвёртого закона? Нет, на самом деле он считал, что всё-таки вот эти три закона, настоящие законы, так как они имеют математическую формулу. Если здесь есть юристы, они наверняка возмутятся, скажут, нет, законы — это то, что устанавливается государством, и математической формулы оно не имеет. Но здесь вот как раз… О, спасибо, сейчас пойдут слайды почаще, поэтому я попросила выключить свет. Итак, закон в изначальной формулировке всё-таки предполагал, что мы обнаружили что-то, что уже есть в мире. А юридический закон более корректно было бы написать термином «норма». То есть мы установили что-то, предписали миру быть, но в самом мире этого не было. Это наше пожелание к нему. И вот четвёртый закон как раз — это такое пожелание к миру, что было бы очень здорово, чтобы каждый учёный, независимо от профессии, попытался все свои идеи в достаточной мере обосновывать. И вот здесь главная деталь этой презентации. Что же мы должны считать настоящим обоснованием, а что мы будем считать логической ошибкой. Настоящих научных обоснований не так уж много. Итак, победили в эволюции научного знания следующие пункты. Считать научным обоснованием мы будем констатации фактов, дальше определение понятий. Знаменитая вами наверняка встреченная, что вот учимая часть, посмотри определение. Дальше математический аппарат, такой как аксиомы и постулаты. И дальше положение, доказанное ранее. Понятно, что от вас уже не потребуют заново доказывать то, что когда-то говорил Эйнштейн. Вы можете на этом основываться. Дальше. Всеми любимые аргументы, увы, вошли в перечень запрещенных приёмов. Дальше, увы, вы встретите аргументы, которые мы наверняка когда-либо использовали. Потом разберём, почему всё-таки они считаются запрещёнными. Итак, аргумент к жалости. Ну, так как я работаю в политехе, чаще всего я его слышу в таком варианте. Ну, поставьте, да, что-нибудь. Моя стипендия. Всё так ужасно. Итак, ну вот характерный взгляд. Вы наверняка с какой-то из сторон сталкивались. Так, вроде бы это работает. Почему же это запрещённый приём? Какой здесь срабатывает механизм в голове лектора? Итак, если данный объект пытается давить на жалость, это значит, что у него нет ни фактов. Он не знает никаких аксиом, никаких определений, и поэтому ему приходится уводить в сторону. Если лектор очень сильно устал, может быть, он и скажет, ну, ой, иди ты со своей стипендией, хорошо, я тебя поставлю. Но, скорее всего, он всё-таки, если он умеет включать логику, решит, что о, здесь идёт манипуляция, я должен ей противостоять. Так, следующий. Аргумент к авторитету. Ну, хорошо, если человек знает Ньютона. Обычно это звучит так. Поставьте мне оценку, у меня дядя декан. Ну, или вариант, допустим, я же староста, я не могу получить плохую оценку. Так, следующий аргумент к народу. Допустим, вот мы же с вами недавно встретились на мероприятии 15 на 4, значит, мы ходим на похожие мероприятия, вы должны поставить мне оценку. Увы, нет. То, что между нами есть нечто общее, это, конечно, очень приятно и прекрасно, но, опять же, это не относится к делу. Следующий момент. Аргумент к палке. Как он звучит чаще всего в универе, что поставьте оценку, а то я нажалую, что вы ко мне придираетесь. Ну, опять же, иногда преподавателю лень с вами связываться, но чаще всего этот аргумент вызывает у него внутренний отпор. Как? Почему я должен поддаваться этой манипуляции? Следующий момент. Аргумент к человеку. Вы такая хорошая, вы такая добрая, вы такой милый преподаватель. Войдите в наше положение, поставьте нам оценку. Лезть — это приятная штука. Да, иногда хочется посидеть, послушать, да, говорите, говорите, но, увы, опять же, это не относится к делу и вызывает у человека внутренний протест. Почему вдруг разговор ушел от темы и аргумент пошел куда-то не в ту сторону? Так, значит, это таки не та версия презентации. Итак, последний слайд, который здесь должен быть. Есть два похожих направления — логика и иристика. Чаще всего современные молодые люди все-таки больше интересуются иристикой. Иристика учит нас доказывать. Иристика не запрещает запрещенные аргументы в логике. Она говорит, ну, если это помогает, ну, давайте использовать. В чем отличие логики? Логика хочет не только взять какие-либо аргументы, а сделать так, чтобы человек в итоге получил истинное, правильное, объективное знание. То есть не просто убедить, а докопаться до того, как оно должно быть, какое оно на самом деле. И, соответственно, какое из этих направлений вам ближе, логика или иристика, выбирать вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова